Дети появятся как-то сами собой, пока я еду из клуба в клуб, и потом они как-то вырастут. Хрен, мы уже все прозрали, ребята, 30-летние такие, как я, уже все, поздно, не 31 год. Давайте просто, просто подумаем. Ну, ладно, через год я ее, ну, может быть, где-то откопаю, мою единственную любимую. Потом еще год на знакомство, там, то есть все, знакомство с родителями, Павел, вы умеете готовить, сколько вы зарабатываете, потом свадьбу, приготовление, 9 месяцев прошло, все, мой сын, как он со мной заговорит, когда мне 40 будет, он мне не скажет папа, он скажет, папа, что-то будет. Просто взлубьтесь, лягу Лихвинский и сестер Зайцева, он младше меня. Его сын пришел с моим подписом, мне сказал, привет, дядя Паша, я мать его, дядя Паша. У Габра дочь уже старше меня поборь. У Микрозенок двое детей, у всех есть ребенок, Калусян, Светлаков. Они изображали Михайловича Идулина, а сами ехали домой, из жены их делали детей. Кто после этого Михайловича? Я Михайловича, Светлаков. Маленький Буль уже бы давно выходил бы на эту сцену, если бы я подсудился в свой момент, уже бы выходил и говорил, новая волна, детское говно. Анзамбль, кукушечка, шняга, непосед и дерьмо. Эй, давай. Вот просто, как я сейчас, у тебя на моем месте. Я здесь снимаюсь до 10 вечера. Потом разгримировывают меня, потом я сдаю всю одежду. Уже где-то полдвенадцатого. После этого я еду в клуб, чтобы снять напряжение. Съемки это ай-яй-яй. В семь утра я еду домой, в восемь вечера просыпаюсь. Еду записываю свои вонючие песенки. После этого еду в клуб. Из клуба просыпаюсь в девять вечера. Потом в следующий день точно так же. Порядочные женщины в тот момент, когда я засыпаю, они просыпаются. А когда я ложусь спать, они только-только встают. Надо куда-то мне все равно просто с себя начать и пойти в места скоплений приличных там. Магазин тканей. Скорее всего. Магазин тканей, но они так собираются. Но я вот однажды утро просто проснулся, пошел. Слушай, Павлик, ну че ты морочишься? Приди же конкретно рублевский муж. Ну че, ну давай-ка рассуждать логично, да. Я худенький, правильно? Правильно. Высокий, вроде как. У меня уже классный бонус. Мне не надо вкладывать деньги, меня и так печатают в журнале. Слушай, как распрямятся? Я загорелый буду. Маски, крема там всякие. У меня куча времени будет. Куплю себе собачку вот эту, которая лежит на руке, дрожит и думает, ну б***ь, кто я? Кто я такой? Да, да, да. Чего, ребята, от меня это звучит смешно, глупо и нелепо? А если бы здесь стояла какая-то красивая женщина и говорила все это, все бы подумали, у нее есть цель. Я уже даже знаю, как это произойдет. Под вальс Мендельсона или марш, или как угодно его сыграйте. И я такой красивый стою в ЗАГСе, и мне вообще не страшно. ЗАГСе, поднимите мне ленинский, здравствуйте, Боже, Москвы. Заположил ли ты, Павел Алексеевич, воля взять себя в жены? Да, да. Найти свою супругу на руках? Да, согласен. Богатцы, бедности. Да, богатцы, бедности. Простите ей новую шубу каждый сезон. Чёртся, да. Простите драгоценными украшениями. Делайте массажную, когда она снимает каблуки. И много каблуков, да. Простите ей в месяцную салон красоты и солярий. Не вопрос, пускай. Да. В случае развода отдать ей 80% в имущество? Ну хрен на себя, да, согласен. Принеси в квартире завтрак, в объект, ужин, купить первовнутровый подшканин турбо пятилитровый с бежевым кожаным салоном, аудиосистемы и CD-ченджером на шесть дисков? Как будто для себя старайся, смотри. Согласен, ладно? Согласен ли ты прописать её в своей московской квартире? Да, 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 я на всё согласен. Да, согласен, не вопрос. У него и дамолок созрел, берите покатёрка. Сасли бы огромное. И действительно созрел. Девочки, дорогие, берите покатёрки. Если ты, моя судьба, смотришь сейчас у телеэкрана, просто если ты думаешь, что ты единственная и та самая неповторимая, просто позвони мне. 8-903-506. И если это судьба, четыре цифры ты угадаешь, серьёзно. Павел мой, пожалуйста, женись все. Рожайте детей, честно. Опа! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова